Алё, Семён, ну я решаю проблему, что ты названиваешь мне постоянно, я решил уже успокоить тебя раз и навсегда, я нашёл шесть добровольцев, осталась последняя кандидатура, я сейчас тебе всё найду. Алё, слышь ты, шахматная школа, не отвлекай, тут сейчас, Семён, я не тебе, такие проблемы решаются, давай Е24 отсюда, быстро пошёл. Или ты хочешь, чтобы я послал тебя матом, или хочешь, чтобы я сделал сейчас шаг в твою сторону, а? Я не понял вообще. Молодец, Соломон, что пришёл, свои эрлы, да? Молодец же и подростки, понимаешь? Алё, Семён, сейчас, секунду, вот пришёл Соломон, сейчас, я всё в порядке, сейчас перезвоню. Молодец, Соломон, что пришёл, ты должен выручить нашу спортивную школу, ваша шахматная секция нас никогда не подводила. Молодец, Соломон, что пришёл, мы ж вас содержим, понимаешь, кормим, нормально кормим, нормально кормим? Нормально кормим, Соломон, смотри, у нас тут кризис, понимаешь, вчера была битва, ну за деньги, понимаешь, кейкбоксинг, мы взяли приз, мы всех пацанов поломали. Вот, но сегодня проезжает кубинская делегация от города, надо чуть-чуть потолкаться с ними, понимаешь? Для зачёта просто там, пару очков там, знаешь, мы набрали шесть кандидатов, нет седьмой кандидатуры, Соломон. Надо выйти на ринг чуть-чуть там, знаешь, побегать, ну камеры пульну там всё, чисто для зачёта. Я не понял, ты рабеешь, Соломон, что ли? Мы ж вас кормим пять лет, понимаешь? Кормим? Мы кормим, понимаешь? Я считаю, что интеллект важен для нашей школы, а пацану всех поломали после вчерашнего. Смотри, Коля домкрат, сотрясение мозга в четырёх местах. Ну знаешь, Коля домкрат, ну ты знаешь, помнишь, ты когда его первый раз увидел, у тебя столбняк был, два дня ты стоял просто. А ты, Валера Оборотень, четыре перелома, только мизинца, понимаешь, как ломали пацана, а? Витя помётный, трепанация, черепа. Соломон, надо выйти, понимаешь? Мы ж всегда с вами, вы знаете, я считаю, что интеллект это важно. У нас тоже было в секции тестирования, помнишь, мы ж не всех берём, у нас задавали всем пацанам один и тот же вопрос. Влияют частые удары по голове на интеллект, память, ум, сообразительность? Десять процентов честно ответили, что влияет. Девяносто не поняли вопроса. Соломон, я не понял, ты ж, слышь, ты едва и четыре, ну, надо выйти чуть-чуть, потолкаться, понимаешь? Я сейчас гляну, с кем ты, подожди, чуть-чуть. Расслабься. Алло, Семён, против кого Соломона выставляем? Как Хорхев Рохас? Так у него ж 120 побед из 110 боёв. Ну, конечно, не каждый выдержит вообще. Да вообще-то Соломон крепкий. Секунду, я перезвоню тебе. Ты чё рабишь, Соломон? Не спать, Соломон, не спать. Тебе завтра на ринг. Слышишь? Сколько ты весишь? Килограмм сто весишь? Походишь в мой ресторан, попитаешься за мой счёт. Я сейчас позвоню. Семья, дети есть? Это очень хорошо, Соломон. Очень хорошо, что ты у нас одинокий. Да ты не рабей, Соломон, у нас же нормальные врачи. Мы тебя поставим на ноги. В крайнем случае, посадим. На коляску. Мы же есть деньги. А Хорхе-Рохес это так просто пугает. Понимаешь, Семён у него, знаешь, нервничает Семён. Всегда, понимаешь. Хорхе-Рохес. Соломон. Хорхе-Рохес, он чё, понимаешь, он с нашим Ванькой боксировал? Ванька пистолет, знаешь, Кричка? Ванька его напугал вообще. Он, Хорхе-Рохес думал, что он вообще его убил, Ваньку. А Ванька ничего, встал в строй. Через три года. Соломон, давай подписывай, давай подписывай бумагу, слышишь? Я закрою шахматную секцию, Соломон. Ваши пионеры, уже всё, понимаешь. Давай подписывай, Соломон. Завтра в ринг, понимаешь. А послезавтра посмотрим, куда. Соломон. Семён, всё, подпись есть, я нашёл добровольца. Завтра соревнования. Спасибо. Юрий Гальцев. Геннадий Митяк, сыграл. Юрий Гальцев.